приветствую с мои родные любимые христолюбчики все братцы и сестры в христе все люди на земле всех приветствую всем желаю прекрасного дня отличного настроения всем желаю вам всего самого наилучшего в жизни вашей прежде всего в души ваших сердца вашей любви мира добра смирения кротости терпения упования на бога семьи ваши в дома ваши всего самого мирного доброго всего самого чтоб все у вас было складника дома да ну естественно во все сферы вашей жизни рабочие творческие что все у вас было было отлично и хорошо сегодня у нас на моем канале такая тема впервые я никогда не затрагивал эта тема спорта значок у вас на экране который вы видели в ролике поговорим о спорте обычно иногда какие-то комментарии присоединяю пользуясь чьим-то вопросом или перепиской для записи роликов в этот раз я ничего такого делать не стал но придется вам поверить ни на слово что уже неоднократно за годы моей деятельности служения в интернете в частности конечно же общаемся с общаюсь я с разными людьми с количеством большим или небольшим и тоже не мне решать но опыт есть и неоднократно при общении мы затрагивали такие темы естественные люди то в основном все семейные уж тем более сейчас соответствующие моему возрасту кто и старше да даже младше это кстати вопрос исходил не от мужской части населения а именно женской от мам и бабушек да и не неоднократно спрашивали как вот к спорту куда отдавать заниматься ли спортом заниматься каким как им заниматься в частности спрашивали по про единоборство до боевые искусства и так далее да сегодня мы с вами поговорим в общем о спорте обо всем начиная от самых безобидных конечно не не рассчитывайте что я затрону все аспекты да нет я не об этом но действительно так скажем общую кайму вы знаете как я стараюсь научить людей не каким-то конкретно помнить как учителя в школе и великий учитель не считалось тот не который учит зазубрить что-то а учит понимать что туда дает какие-то общие схемы вот так и я мне хочется дать такие мысли такие аксиомы людям через призму с помощью которых они смогут сами решать поставленные в жизни богом им задачи да и не бегать не спрашивать куда мне сесть куда мне встать какой шаг сделать жизни да мы должны сами научиться жить а если мы сами научимся не сможем научить других а потом еще сможем научить их учить других тоже сами научили учить вот это действительно великолепный высшая степень для но сегодняшний ролик не поймет тот кто не посмотрит мой предыдущий который я буквально полчаса назад записал этот ролик находится не на этом канале а на моем канале христалюп лайв канала моей жизни вот я его только загрузил как видите даже еще картинка не сформировалась вот она картинка будет вот такая вы ее сразу увидите или в сам плейлист перейдете христалюпа моей жизни и там этот ролик тоже будет добавлен ну естественно эту ссылку я добавлю в описании к ролику можете перейти тоже найдете возможно даже в подсказку здесь наверху на ютубе есть такая функция в общем найдете и по названию назвал его спортивная жизнь христалюбца и опыт уличных драк ну спортивная жизнь и опыт уличных драк христалюбца вы просто не поймете о чем я сейчас буду говорить причем я буду говорить именно в том русле в каком закончил этот ролик то есть там я рассказал как господь сказал сотворите научите да я поделился своей жизнью как я жил чем занимался какими видами спорта и не зря коснулся именно уличных драк до или боевых искусств так скажем до кровавого спорта я бы его даже так назвал как одноименный фильм жан-клодом ван дамом когда-то был да и поэтому этот ролик закончен закончен закончим мы на хорошем да так скажем на положительном она конь начнем с отрицательными естественно с этого же момента я уже даю свои рекомендации свои мысли свои советы как кто мужчина представитель мужского пола христианин даже больше христолюбец да к сожалению или к счастью в евангелии вы не найдете ничего кто может быть не знает евангелие я это вам заранее говорю кто знает вы прекрасно помните если задумаешь конечно же о спорте в евангелии мы не найдем ничего можно заниматься нельзя каким как в послании где я в апостоле так назовем все вместе называется деяние послание обычно коротким словом называют апостол в апостолах что-то найдем в учениках христовых ну тоже нет ветхом завете найдем ну понятно можно там что-то перефразировать вырвать из контекста подумать что если они были войнами то тоже нам заниматься конечно же прямых советов о спорте и боевых искусствах как таковом мы не найдем казалось бы ну понятно кто знает ветхий завет тут как раз кровавому спорту с которого мы и начнем там можно что-то притянуть я естественно этого делать не буду я вам сегодня будут давать свои рекомендации еще расскажу как мужчина как христианин мужчин не смысл как это гордо я говорю а вы поняли смысл как представитель мужского пола может быть так тогда будет понятнее да вот потому что я мужчина я не занимался женскими видами спорта да хотя наверное все таки я даже не знаю какой процент 70 80 90 спортивных видов спортивных видов спорта как видов спорта они как называется универсальный ли унисекс я не знаю как назвать да то есть они не делятся прямо на мужской и женский сейчас по моему в каждом видим спорта может быть и мужчина и женщина причем казалось бы как на первый взгляд какие-то женственные а другие мужские да поэтому но в любом случае я буду говорить игры со стороны каким являюсь представитель мужского пола христианин христолюбец который знает истину которая в любви свободе и бессмертии вот через эту призму не через призму библии через призму истины любви свободы бессмертия мы с вами сегодня посмотрим на эту тему иру комментарии вопросы я не стал никакие приводить с кем-то давно это уже было просто меня в память в сердце все это конечно лежит я в частном порядке давал какие-то ответы естественно на эти вопросы вот поэтому ну суть вопрос всегда дна я вам их произнес да причем может быть даже больших сделал мы сейчас свободе слова от простого чистого сердца поговорим с вами но я поговорю если вы захотите поговорить напишите комментарии свои какие-то да если захотите можете позвонить я всегда рад вообще не написать что-то потом где-то вот вопрос одинаковый заниматься не заниматься чем как насколько глубоко и фанатично да для чего может ли быть это там целью средством заработка в жизни все вот эти вопросы в частности соревнования нужны не нужны соревноваться или нет и вот скажем я их даже может быть по высоте вопросы или как сказать какой ступенечки назвал и начнем мы с конца с боевых искусств с боевых единоборств как это говорят почему потому что прошлый ролик который я всем обязательно рекомендую посмотрите моя жизнь иначе вы просто не поймете о чем сейчас буду говорить и так как этот ролик по сути является просто выводом итогом того все что я говорил рассказал это же моя жизнь соответственно мои мысли мое прошлое сейчас я делаю выводы такой он может тоже немаленький я коротко вы знаете говорить не умею пытаюсь всегда раскрыть любую мысль в полноте вот поэтому это это лишь итог того ролика поэтому слушать итог без всего содержания бессмысленно мне кажется на чем мы закончили вы помните рассказал о своем покаянии когда я очередной раз дочитывал евангелие до читал о аресте иисуса его всех страданиях которые он претерпевал эти унижения оскорбления это я еще вы знаете пытаюсь держать и ожесточить свое сердце потому что если я буду об этом с чувством рассказывать я буду рыдать прямо у вас на глаза да потому что всегда когда я вижу добро любовь покаяние которые являются началом это любви человек отвращается от зла всегда сразу сердце подходит горло и все да вот поэтому я буду стараться об этом так я вам в такие душешипательные какие-то речи говорить тогда я сам размокать да поэтому я говорю так сухо жестко чтобы не разбегнуть у вас на глазах я конечно читаю очередной раз я помню как это было на моей любимой лужайке которую я сам сделал газончик под под райской яблони как я теперь стал стал я вспомнил и теперь какой хороший символ до что это были на яблони райских яблочек как это говорят да может тогда и назвать райской яблони или не знаю вот я в очередной раз господь прям касается моего сердца открывай но он просто стоит рядом он тебя освещает у меня кто знает было ни одно откровение ни одно явление я знаю присутствие что такое бога да да многие из вас знают я потом об этом когда в личном общаешься люди свидетельствуют вот я знаю что господь мне тогда явился когда я про него все читал я понимал что когда его арестовывают бьют ведут судят опять бьют бичуют опять бьют несет он крест его опять бьют издеваются над ним прибивает его к этому кресту распинают мучается и умирает воскресает и потом возносится да когда я все это читаю о страдальных я понимаю что я то не такой а вот она сила оказывается сила стерпеть я в том ролике все что про себя сказал помните сказал убить человека это не сложно защитить себя ли кого-то тоже не сложно да а вот отдать свою жизнь свое здоровье да если ты не будешь агрессивно атаковать те скорее все ты потерпишь урон здоровью возможно потеряешь жизнь да когда я заступался все рассказывал в принципе все мои бойни и уличные это были по сути заступлением за человека но я это как брюс ли учил это активная оборона да ты по сути даже предвещаешь удар противника виде уже так скажи неминуемую агрессию с его стороны вот эта тактика нападательная оборона она гениальна конечно да ты даже не защищаешься ты питаешься опередить соперника вот я все это изучал я и как в жизни получилось практиковал хорошо это нет это ерунда в царстве небесном этого не будет когда мне это открылось когда я увидел бога распятым на кресте я понял всю силу оказывается сила в любви а любовь это терпение это не воздавание этого сдаванием добром за зло это меня тогда в самое сердце поразил я говорю сейчас я не буду об этом уже больше рассказывать иначе опять разрыдаюсь вот это конечно же это просто перевернула меня просто вывернула наизнанку да в тот день я уже окончательно покаялся сказал что я хочу быть таким же как ты вот я буду таким буду делать все ради этого это было невероятное переживание в моей жизни вот тогда я знаю что господь меня тогда я крестился и в воде покаянием и дух святого принял без всяких попов без всяких обрядов крещения в воде или еще где-то без возложения пост рук апостолов на меня я знаю что я крестился в воде омыл свои раскаялся слезами своими омыл свое свои грехи потому что я рыдал там лежал да вот покаялся до решил так больше не делать делать обратно делать как делал иисус и господь меня крестил духом своим святым я знаю что я решил жить по-другому да потом и началась моя пустыня было невероятное чувство без всего поэтому кто знает я до сих пор не крещен ни в какой воде не лежа не сидя не кверх ногами вот никакие апостолы никто из каких либо христиан никаких рук на меня никогда не возлагали при этом я 10 лет христианин достаточно как я считаю себя горячим да не тепленьким да но уж тем более не холодный да еще и проповедую и всем поэтому свидетельствую дело не в обрядах реально в жизни человека до каяться крестится без всяких людей от слова от слова пребывающего век вера от слышания слышно слова божьего что мы должны делать проповедовать своей жизнью и словом и люди покаяться хотят они там это воде креститься пусть кресть хотят там руки возлагают для схожде не схождества дух пусть но все это ерунда если человек просто захотел покаяться и применять свою жизнь его бог и воде кресть в невидимый и дух святого ему даст он услышит о себе ты мое дитё возлюбленное давай возрастай все с этого дня ты рожден свыше переходим к концу моего прошлого ролика что я хочу сказать из всего что вы услышали тогда казалось бы так рассказывал даст упоение может быть даже кому-то показалось надеюсь это не так вот нашли действительно прекрасно сознаю что все это бред и казалось бы что я так рассказываю расхвалив себя какой я молодец и как я могу спокойно силой победить любого человека многих по крайней мере да у меня в этом нет никаких сомнений как я вам сказал я от вас не скрыл какие-то случаи где меня там били я вот просто он не рассказал рассказал токси хорошие реально вам рассказал про этого кикбоксингом где занимался я говорю я бы ушатал если это был не ринка и хихих хихих это было только перчатками драться я думаю что это у мастера спорта мало бы не показалось да я рассказал как нас в девятом классе так скажем немножко поколотили но я тоже не помню чтобы мы там в крови захлебывались ну по раз по лицу попали даже не помню чтобы мы там мне раза два наверно точно стукнули но и на этом как все мы так в тени ушли темно было ночью все это было перед каким павильоном и вы знаете вот казалось бы я вам все это рассказываю и вы знаете я вам скажу теперь в этом ролике итогов я не стал в том делать хочу сделать в этом все ерунда мне просто везло реально уличная драка и вот я когда с кем общался я я конечно все это не мог рассказать для этого записал ролик уличная драка это 90 но не знаю семь процентов девять это везение я вам рассказал естественно все до последнего случая в том кабаке ресторанчики в котором мы сидели да в котором могло все закончится как угодно уже уже были ножи уже били меня сзади мне могли просто вставить как это гальфейн куда перо в ребро не все могли не бить а именно порезать могло быть все что угодно да вот это везение вот поэтому по поводу начнем сверху жестоких видов спорта с контактных жестоких видов спорта боевых искусств я вам скажу что я лично вам как христианин мужчина христалют познавший истину вам скажу ни в коем случае никогда не мальчиками и тем более девочек я и об этом случае не отдавать ни на какие и вот эти контактные боевые виды спорта и даже бесконтактно начнем с контактных да ни в коем случае не отдавать если вдруг им захочет там шут школе они же еще не понимают они же дети попытайтесь естественно в мире любви не так просто да я вам все тоже я не буду вам ссылаться как просто с кафедры все это грех нет я вам сегодня расскажу естественно как всегда стучать в ваши сердца чтобы вы сами просто в себе нашли истину вы можете конечно не делать как я вам говорю вы просто сами все проанализируйте познав вот мою жизнь если у вас нету своего опыта подумайте о других может у вас есть какие-то случаи у своих людей чем это все заканчивалось ни в коем случае не отдавать и никак не поддерживать если он там сам пошел всячески все равно стараться это поменять как-то капать ему на мозги ей чтобы они этого не делали все контактные боевые искусства это зло ничего хорошего они человеку не принесут я вам рассказал свою жизнь специально вот эти небольшие занятия на которые ходил два года борьбы там в детстве это карате это нет все ерунда я бы то что я вам рассказал каким я был как вот эти в реальных драках каким я становился причем там по возрастанию я смелел смелел мне же не было бешеного опыта как я говорил и даже я не могу похвалить что я слава богу что я производил какие-то смертные удары но я знал их я мог их применить слава богу мне хватало мозгов и не было такой уже к катастрофической ситуации что либо я либо он да человек тоже уже все я говорю я их слух даже не стала набрасывать не дай бог кто меня услышит это это конечно не секрет все можно я не хочу чтобы это было на мне вот и все ушка где там понятно с доступ к информации есть я даже слух даже играючи я когда игру свою проповедь про кула свою вот это даже не проповедь а где свою жизнь делиться даже слух и сейчас этого не хочу произносить зачем это лишний раз вы либо верите мне либо нет я прекрасно понимаю как убить человека голыми руками это не сложно я говорю вы совсем не сложно вот кто его этим занимался увлекался да тот знает это совсем не сложно одним ударом причем одним простыми и для этого не обязательно быть супер качком там супер реактивным главное знать эти места куда как игру и сама ситуация как-то ударишь внезапно и саму ситуацию анализирует это может научиться этому каждый может и для этого не надо никуда ходить для этого достаточно чуть-чуть почитать чуть-чуть помыслить попрактиковать может быть с друзьями мы потому что этими занимались так скажем вещами так пытались друг с другом что ты мы уже понимали как это сделать да поэтому ни в коем случае вот это мордобой мордобои они ни к чему не приведут хорошему когда понадобится вашему будущему мужчине как вы говорите мальчику защитить кого-то вот как у меня я вам рассказывал он и так защитит в человеке открываются и силы нереальные и знания да и просто я вам скажу ты как я защищал это и то я ему говорю и вы знаете я в том то может быть не сказал я грете ролики два совместные но я все таки поделил они так на каждый по полтора часа тот полтора часа получился да и это мне кажется меньше получится у меня не было после покаяния таких конфликтных ситуаций где нужно было вот так себя проявить возможно ты после покаяния меняешь естественно компания все эти случаи понятно я не хожу больше я 10 лет не был ни в кафе ну я бывал в кафе с друзьями вот мы там только если в воронеж приехал опять были встречи одноклассников но это уже заведение это другого уровня другое время в плане даже этого вот может везло я говорю то есть мы где-то так я бывал меня приглашали в гости там то есть ничего не было и те же сам гостя да ты уже реально знаешь что здесь уже раньше через силу кому-то отказать помните про это узбек рассказывал сейчас конечно же я знаю там люди сложные зачем я туда вообще пойду все слышал что у них беда то есть ты конечно здесь уже по мудрости жизни обходишь эти заранее события вот поэтому меня конечно ничего не было но я честно вам скажу вопрос к чему идти не горит вот ты на войне ты там говоришь вот выйдешь ствол в грудь направишь его с которым будет найти эти и скажешь либо стреляли пока сюда нечего убивать никого вот вы знаете я хотя бы стремлюсь к этому о чем ты мыслишь что и воплотиться в твоей жизни вот ты такой гордый будет гонение да ты сразу в штаны на лошадь слушать я хотя бы хочу не отречься от иисуса я помню просто такие вещи тоже как-то говорил мне вот кто может знать какой будет петр тоже обожился и отрекся вы слушайте но если ты хотя бы хочешь петр хотел этого и кстати пока я сильно поэтому тоже хотела не сделал я вы даже об этом не думаете а почему бы даже с уверенность только для того чтобы если сам себе не уверен как ты это сделаешь ты должен быть уверен ты должен желать этого всем сердцем вот и все и только поэтому что будет никто не знает будущее не предначертано ты его сам выбираешь я говорю я всем сердцем хочу и я конечно понимаю что в таких случаях я буду тебе вести себя совсем по другому бить я скорее всего не буду я уверен почти в этом я хочу этого не делать я как-то но я всегда говорил когда я проповедую пацифизм это нет это не пацифизм стояние в сторонке обижают слабого беззащитного женщину мужчину ребенка животное ты ничего не делаешь я такого никогда не говорил ты миротворец ты будешь детем божиим как иисус сказал только в двух случаях но миротворец и любовь к врагу это одно и то же вот когда ты заступаешься защищаешь как так сделаешь подойдешь схватишь просто между ними встанешь скажешь очень хорошая фраза есть простая читок через мой труп вот так вот я буду делать это не говорит что я буду стороне стать никогда в жизни что позволю опять также при мне чтобы какую-то женщину обидели никогда такого не будет мужчину даже слабого там до какого-то не важно мужской пол это не значит раз сильно ребенка животные да никогда в жизни о стороне стоять не будут просто столкнуть знаете как можно естественно я буду это как-то делать но не знаю как не могу поделиться вот этим опытом потому что мне его нету после покаяния рассказал что было и свои желания и уверен что так будет что бог все устроит вот твою жену будет насиловать враг идет и расслушайте как он будете насилки не дам ее носил я встану перед этим врагом жена моя должна сделать то же самое женщину что просто так можно сносила скажешь либо убьешь меня не дамся у тебя есть два варианта либо убить меня либо оставить в покое все и все так должны делать детей так своих надо воспитывать вот поэтому боевые искусства это бред набивание морды вот это все сама агрессия который там идет там идет она там 95 процентов тренеров это конечно вот именно те фанатики которые считают что в жизни этого силы как ибо они там песни не заливали нам тоже говорят что все для самообороны пытались типа говорит ну все я прекрасно понимать этот человек вспылит завтра без всякой самообороны в кабаке приняв 100 грамм на грудь вот и все это же самый тренер жизнь тренера за это чувствую этих не знаете и так далее вот поэтому контактные боевые искусства это зло ни в коем случае даже так называемые бесконтактные слушайте типа там ушу какого-нибудь который там пляшут там скачут где все эти есть мечи копья это все бред каким бы танцам это не называлось этого не надо делать там есть и другая сторона тоже я сегодня не буду я вам накидаю вы сами все эти поймете это если мы сейчас знаете достаточно вбить список видов спорта там такое количество вы я вам сегодня не скажу толком чем заниматься вы сами выберете я набросаю аксиомы общие мысли что такое как рассмотреть чем заниматься что такое контактный спорта какая там любовь какая там любовь ты прямо бьешь человеку по морде пусть ты сейчас тренируешься ты с какой целью ты делаешь даже защищать я вам говорю защищать человека не получится я рассказывал как я бил это был достаточно жестоко я вырубал всех этих людей я говорю я их не убивал то потому что у нас есть естественно это посадит это раз это даже большая часть в голове у меня этой мысли было сидеть никому не охота тут за побои то могут посадить хотя вот им ты возможно защищался а уж за убийство тем более вот за кого-то там сидеть который еще не прав ты его еще вырубишь и будешь виноват да ни в коем случае есть такие виды кто знает как айкидо да я постараюсь конечно о чем-то по конкретней поговорить но как получится не готовился к ролику там не думал вот так 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 я говорю они мне гоняются к мысли колете тем я задумываю какое-то время но я там супер каких-то сценариев не пишу да все как на сердце лежит тип айкидо врать казалось бы все защита но я вам честно скажу все эти айкидо я кстати айкидо тоже занимался завод сказать я ходил пару месяцев все это ерунда айкидо практически не применимо в жизни все эти там болевые заломы вернее болевые залом хорошо ями что там чуть ли не кистями вот так хоп хоп там ему руку там сдавил все это ты эту руку поймать не поймаешь уличная драка это знаете больше похоже действительно я в этом плане сам ученик брюс ли да был моим кумиром именно его тоже техника вот это чему он учил это контактная встреча это когда-то атакой на атаку идешь ты еще человек те атакуют а ты не защищаешься даже а потом бьешь он он проповедовал атаку впредь предрешающий атаку или как там ну вы поняли до опережающую атаку причем во время его атаки это не просто 1 так уж человек атакует уже удар летит а ты еще на ему навстречу идешь наоборот и это работает я именно так и побеждал все эти бойни то я атаковал во время чужой атаки это огромная разница ты не уворачиваешься атакуешь у тебя уже может не будет времени ты сам атакуешь встречу на атаку человек во первых теряется даже от этого это все на энергетическом уровне работает поэтому все эти атаки до ну там заломы есть одни одно дело болевые приемы они вот могут пригодиться да ты у человека схватил какого-то как правильно взять как правильно его действительно землю повалить и вот как-то ему заломать то что борову тяжело держать да именно за счет болевых приемов можно удержать его в каком состоянии до какого-то время что она чухается или пока и убежит тому то он бьет женщину ты его заломал она пока ушла и все да или там кто-то дерутся вот но это редкость игры вы знаете это я не знаю какой надо приложить труд и где вы таких найдете где вы найдете нормального тренера который вот как я вам говорю с таким мировоззрением все это понимающий да не фанатик и в жизни кто сильнее этот и прав кто с нам к нам даже христианина к вам такой к нам с мечом придет от меча и погибнет это бред это не христианство никакой иисуса никакого меча не был сам он никого не убил вот я говорю они ничего вам не дадут эти занятия ничего вы можете 10 лет отходить в айкидо в карате в ушу как и как найти анекдот есть я знаю карате ушу кунг-фу кикбоксинг и еще много других страшных слов вот это из этой же серии уличная драка это 97 процентов везения и три процента твоего профессионализма и опыта вот и все а 97 процентов это везение их может быть двое-трое с молотками тебе ничего не поможет кое-что может помочь почему рюкс у таких 3 процента пустите я ведь конечно проценты с головы с неба беру вы понимаете да я такую абстрактно говорю что может помочь конечно же физическая подготовка просто развитость я надеюсь с этим все понятно я даже не знаю еще чего говорить поэтому вот эти все вот еще раз последний раз вам покажу картиночку мы на этом закончим все эти кровавый спорт я бы вот так назвал где ты бьешь человек у него брыжет кровь я хрену и даже все эти и кидо это все очень такая замудренная вот и практически бестолкового я вам сразу говорю от опыта я говорю это пусть понять не от всего опыта я не все проходил в этой жизни но все-таки переходим теперь к видам спорта каким можно заниматься ну я от своего опять опыта говорю да я считаю что вы не какой прошел все это стремление в спорте каким-то достижением очень вещь такая я не скажу что это бессмысленно потому что вы знаете как я отношусь и к науке тоже специфично и там все эти достижения очень шаткие и нужны ли они человечеству многие так далее прочесть какая раньше принципе чем заниматься ну а вот клоуны которые на есть люди одаренные чувством юмора талантом весельчака да что эта профессия почему нет музыкант профессия ну как спорт он сам развился да и другим потом становится просто учителем ему детей вот именно отдают ну почему нет или взрослых наоборот да уже старичков есть где там группы для стареньких там они позвоночник разминают почему нет то есть полностью категории конечно я нет не отношусь раз этом а все это двинули кровавый спорт дальше другие виды спорта ну поделим их сначала я хочу на две такие группы хотя в принципе почти все виды спорта связаны с соревнованиями с какими-то достижениями соревнованиями вот что я хочу опять сказать по поводу соревнований но вы знаете это если с правильным мировоззрением подходить да ну все эти соревнования все что мы прекрасно знаем соревнуемся кто круче кто лучше гордыня тщеславие вот это все да превозношение унижение в интернете полно примеров как они себя ведут до ненавидит он стоит на первом месте там плюет на это стоит тот на над ним друг на другу так что-то клевещут мы же все видим на экраны до показывать новостях как они там сплетни все тоже разносят лишь бы что в спорте в профессиональном творится подставы там подрезают там шины там еще что-то чего только не делается да поэтому знаете где есть соревнования я если честно против этого то есть ты можешь заниматься любым видом спорта система оценки схолостической что наша система образования и общественно не согласен то же самое в спорте надо просто заниматься просто без всяких систем оценки система оценки это сам человек и те кто увидит что он мастер и достиг к нему сами пойдут учиться ему не надо никакой диплом танцора учитель тот не который тебя учат вы знаете я всегда это повторяю а тот у кого учишься ты ты увидишь профессионала уличный танцор такой или там играй ты сам попросишь его научить тебе его собственный пример это есть и его диплом то что он умеет а рассказывать что я там заканчивал да я знаете в институте тоже много предметов позакончил ты меня спроси что-нибудь по термеху сейчас да я задачки первого курса не решу вот и все поэтому все вот эти соревновательные моменты я против поэтому я в принципе вам просто скажу как вот при той же самой вот именно критической ситуации которые как говорят жизни может помочь что-то и и вообще там у тебя машина залезла в яму там вытащить надо да человек должен быть развит вот это я да дети мы знаем все они гиперактивные мы все были детьми у многих у нас но не считая каких-то отклонений до развития тела его красота и силы я считаю хорошо вот это я считаю хорошо подойти для этого могут все виды спорта я конечно же буду говорить о том что лично мне нравится я не могу все виды спорта вспомнить придумать но вы знаете все равно как бы ты не занимался ведь гольф тоже вид спорта но махаешь ты этой клюшкой да вроде не соревнования но там тоже можно соревнования но много ли он мышц там развивает вы знаете и можно с инвалидной клетки клетки кресла грубо говоря заниматься плохо хорошо да вы знаете я за такие виды спорта вот возьмем 4 стихии у нас есть земля вода огонь и воздух огонь сразу уберем как раз символ крови что-то такое и по сути все все виды спорта связаны с опасностью вот с такой явный огонь опасно надо отложить на эти есть там вот этими шарами что-то крутит честно это не знаю это все опасно и заниматься этим профессионально не вижу никакого смысла вот огонь это очень опасно всегда земля вода и воздух начнем с воды вот плавание отличная вещь кто знает это и удовольствие и развитие всего тела плаванием заниматься обязательно почему ты мне я вам говорил я ходил на прыжки пусть там чуть-чуть в детстве на водное поло на плавание во первых действие из-под палки вот это тысячу километров ты должен проплыть водное поло вот играешь может уж надоело ты там два часа должен этот играть да просто надо ходить в бассейн вот я всю жизнь любил плавать сейчас хожу в бассейн тоже там плаваю ну и отлично и хорошо все развивается мышцы в тонусе всегда это здорово вода все из воды вы знаете была вода вверху и внизу бог разделил воду от воды вода сущность бытия мы даже нам даже не написано что бог сотворил воду первой главе книги бытия мы мы читаем что вода уже была он ее не делал он разрешать делил воду от воды знаете есть над чем задуматься поэтому плавание конечно я только за причем я говорю найти нормального тренера который просто занимается всеобщим развитием вот и все у вас будет понятно я хоть и говорю там здоровое всегда тело все мои болеем все равно никогда нельзя неправильное питание неправильный образ жизни связывать там со здоровьем бог может так сделать что у тебя не будет здоровья хоть ты все будешь соблюдать у нас есть прекрасная книга иова ответом на все эти жизненные вопросы вот и все сам иисус говорил есть больные для славы божьей разные с причинами вот не надо все на это тоже вы всегда обманетесь просто сказать что вот я заболел на счет бред нет это все отдельно это все тоже хорошо и ты по крайней мере когда ты все в жизни правильно делаешь ты знаешь точно что если что-то случается это от бога так скажем для научения тебя да поэтому вот возьмем три стихи я говорю огонь сразу уберем символы и какой-то жестокости вот этого и опасности да все виды спорта связаны с опасностью с такой знаете ну явно опасностью с экстримом прям это знаете особенно детей конечно нет если он уж сам он вырос там понятно вы уже не что он сам зарабатывает вместе с человек имеет право делать все что хочет я говорю о детях о детях и юношах юно детском и отроческом юношеском возрасте да где вы еще имеете власть над своими детьми да самим их на это толкать ни в коем случае нельзя поэтому символ огня это кровь опасность страхи все это надо убрать спорт должен приносить что пользу как я всегда говорю как и мои ролики пользу и удовольствие наслаждение радость от радости и пользу назидание все где есть страхи какой там драка там какая кто это вот именно ты уже спишь удовольствие стыбишься к значит у тебя уже все у тебя вот тут уже плохо все с этим делом сердцем ну или как хотите с мозгами если начинаешь от этого испытывать удовольствие нет вода отлично без насилия то что только нет и под водой можно и с аквалангами и дайвинге вот все что нравится евро и все без фанатизма если даже идет у тебя душа конечно к совершенству в этой стезе ну пожалуйста ты можешь стать в будущем вот именно будучи христианином у тебя где я вот вам рассказываю все где вам такого тренера найти с таким мировоззрением замучитесь искать от того что он там православные два раза в год в храм ходит на рождество и пасху от ни о чем не говорит вы сами все знаете да я ведут с таким что как раз он еще может и вот именно ведь любой спорт связан с духовным состоянием они промывают мозги говорят что делает как надо заниматься фанатично не фанатично чем питаться это же все будет сказываться будет там пропиху что надо мясо жрать надо же найти нормального который скажет что веганство самое здоровое питание ты будешь как здоровый как бы что не надо фанатеть иди по пути дойдешь до совершенства хорошо занимаясь столько сколько ты хочешь все делай в удовольствие понятным ты делаешь на что-то через силу чтобы добиться большего но это тоже в удовольствие кто знает когда ты все равно свободен любовь свободы и бессмертие когда ты знаешь и жизнь здесь называем жизнь вот через это все рассматривать надо до движение тоже спорт это жить хорошо до любовь конечно я радуюсь любовь-то радость я никому зла не пишу не дерусь я просто занимаюсь для себя радость хорошо и что свобода не надо вот этих ты должен как как брюс лиха валют дисциплины это не ограничить это не ограничение а свободы отсечения всего лишнего дисциплина нужна в спорте да ты сам себе ставишь так каждые три дня точно надо хотя бы заниматься столько часов такие-то упражнения это дисциплина она тебя самого радует да все какие-то планки ну это те плохо себя чувствуешь все не делаешь в этот день через день поэтому все что касается воды любых видов спорта в удовольствие чем именно плавание потому что она развивает все тело все мышцы работают когда ты плаваешь не просто там на доске на какой и серфинг это тоже там конечно хорошо они все равно плавают то есть можно этим я имею ввиду они параллельно чем-то занимаются вот воздух воздух я даже не знаю какие вам примеры воздушных видов спорта до прыжки с парашютом все это тоже связано с опасностью я не знаю акробатику я даже к воздуху не причислил так ну ведь это так так как символи мне захотелось на 4 поделить как-то с стихиями природы да вот может у вас тут придет в голову какие то какие я мне сейчас не приходит в голову отнесенный так как вы поняли по какой схеме хочу отнести там вот какие к воздуху можно виды спорта отнести. Если можно что-то, ну хорошо, то же самое. Ну уж земля тут, понятно, все остальное. Все должно приносить радость. Конечно же, я считаю самым достойным видом спорта, ну я ее называю калистеникой, есть, кто знает, загуглите. Это тренировки с собственным телом. Отжимания, подтягивания, все что угодно. Я говорю, почему ты это естественно? Это даже не турник, а что турник это тоже наряд. Да это любая ветка в деревне, в лесу, и ты на ней подтягиваешься, перекручиваешься и так далее. Это занятие с весом собственного тела. Это называется калистеникой. Неважно на каких подручных столбах, горизонтальных, перекладенных, вертикальных, ступеньках, ты все сам делаешь. Приседания, отжимания, сжимания, развертывания, так, так, кручения. Это все здорово, это все развивает. Поэтому калистеника она должна в основании у всех. В Советском Союзе называли, ну, это тоже, это не зарядка. Зарядка только разминка. Она есть и перед калистеникой. Естественно, ты разогреваешь мышцы. Это уже именно упражнение. Ну, как в Советском Союзе, вроде как, зарядку все должны делать. Ну, что, зарядка-то зарядкой, а нагрузка мышц, да, это важно. Вот. Поэтому работа, вот калистеника, да, из земных, сейчас это фитнесом, в принципе, называют. Но фитнес, это опять это общее слово, да, переводится, просто не переведено опять на русский. У нас уже стало именем собственным. Там же видов полно, то же самое. Они могут и с шариком прыгать, и с какой-нибудь стоечкой на чем-то одном. Есть на велике, они там что-то крутят и так, и сяк, но с этого только велик в основном не вылазит. Сейчас этих фитнесов, как говорится, разновидностей тоже полно. Это получилась такая общая группа, тоже что-то типа калистеник, что ты работаешь как бы сам с собой, ну, или с каким-то вот снарядом там, как это называется, да. Вот. Я за это, конечно. Человек должен быть, как Чехов говорил, красив во всем, да. Я здесь полностью согласен. Вы знаете, можно сослаться на Иисуса, но Иисус не занимался, вот смыслом жизни только проповедь и так далее. Ну, слушайте, Иисус прожил три года проповеды. У него была своя цель, он знал свою миссию, знал свои сроки, да. Когда ты живешь всю жизнь, и сейчас я опять говорю не о взрослых людях, хотя я о взрослых, вот уже плавно перехожу. Это, прежде всего, конечно, относится к детскому, юношескому возрасту. Это обязательно развитие тела. Ни в коем случае не делать из него ботаника, да. Но опять же, как ты ребенка научишь, если ты сам не умеешь. Это я всякая-то. Почему взрослым-то надо заниматься? Не забудьте, Иисус был безбрачным проповедником. Три года такой сугубой индивидуальной проповеди, можно сказать, да, миссии. Вот. Это же не относится ко всем, естественно. Обычный, нормальный, я же для нормальных семейных людей говорю сейчас, прежде всего. Вот. Как всегда, во всем должны подавать пример родители. Поэтому, как вы будете, я говорю, уж детей там, я не знаю, до десяти лет, уж точно при желании-то должны сами были бы родители заниматься. Как раз бы и сами были бы в форме, и с детьми бы занимались. Вот было бы здорово, да. Потому что, я говорю, все у этого, а уж сейчас в современном мире, уж точно, благодаря интернету, любой роли включая, сейчас этих и фитнес-тренеров, и интернет, ну, вы знаете, блогеров, все. Сейчас мир вообще изменился. Я говорю, кто-то до сих пор адаптироваться не может. Сейчас вообще ничего не надо. Тебе нужен дома интернет. Ты получаешь доступ к любой информации. Все, и можно заниматься. Вот. Реально детям. Поэтому ты вот как раз, как взрослым, надо или не надо. А вот живой пример. Дети есть, надо. Вот. Но, если честно, я считаю, что человек должен быть красив во всем. И второе. Это же не потому, что ты, как говорят, ой, ты бы вот только этим занимался. Или пошел бы тогда попроповедил. Слушайте, вот я последние три года, да, занимаюсь этой проповедью. И до этого пусть там много читал, тоже сам себя делал, да, до этого семь лет покаяния. Чем-то другим занимался. Слушайте, отдыхать все равно надо. И нам об Иисусе, кстати, не написано, чем он занимался во времена отдыха своего. Я говорю, что вы взяли, что он в Ордане не купался. Они мимо него ходили, жили на море. Мы видим, все время они у моря сидят. То у Галилейского, то у реки Ордан, то еще, может, у какой-нибудь лужицы, да, прудика, озеро. Что вы взяли, что нам Иисус вообще, об этом я уже ролики записал, вы уже от меня это слышали, действительно, на мою человечность вообще не описано. Мы лишь догадываться, думаю, должны об этом. Вы думаете, что он, я говорю, был такой неряхый. Вот, скорее всего, он таким и был, что он им не фанател, конечно, ничего. Они точно так же плавали и купались. Я всем говорю, уж простите, ведь, наверное, Иисус и в туалет ходил, будучи Богом, явившимся на землю, потому что мы его образ и подобие, мы ходим, значит, и он ходил. Да, он не фанател, но, может, туда-сюда и Ордан переплывал. Это важно не забывать, что мы не можем здесь вот так взять фанатично на Иисуса посмотреть. Я вот одиночка, да, я безбрачный человек, но я устаю тоже, я 8-10 часов отдаю вот этому служению, кто знает, библейским текстом и не только библейским. Вот, у меня эта сфера широкая, как видите, я и беседую, и простые проповеди, все это делаю. У меня есть отдых, какая разница, как я, как ты его должен проводить? Я и так этому отдаю 8-10 часов. И вот именно Иисус через 3 года свою миссию завершил, так скажем, пусть такой, по полноценной проповеди, а мне может до 80 жить. Человеку тоже надо все равно разгружаться, как-то отдыхать. И тот же вот мой поход в бассейн, там я в зал захожу ненадолго, просто у меня проблемы со здоровьем, я там особо ничего не могу делать-то, у меня сразу начинается, как я называю, голодный обморок, вот, то есть, ну я сколько могу, делаю, да, плаваю вообще с удовольствием. Так меня папа отвлек, я уж, на чем я там закончил-то. Короче, спорт. Ну, в общем, скалистеникой надо заниматься. Я вот занимаюсь все время, я даже когда сильно болел, и то между приступами, которые у меня были ужасные, и то я умудрялся, когда чуть-чуть отдушный, или я всегда там, качаю пресс, там, поджимаюсь, поподтягиваюсь. Все равно, не знаю, человек должен выглядеть красиво, подтянуто по возможности, да. Люди просто себя запускают, это не жрем без меры, ничем не занимаемся. Человек должен выглядеть красиво. Красивый человек что делает? Доставляет окружающим радость. Радость их, очам, взору. При этом смотреть на красиво. У нас чувства какие-то вызывает. Вот. Мне жаль, что фанатики, конечно, этого не понимают. Начинают все это там хулить. Вот, все это не от Бога. Не знаю. Человек должен быть красивым. Не надо загоняться, конечно, ни на что, но что от тебя возможно, тем более Бог тебе так же верил, это тело. Вот. Вопрос, как ты относишься, то есть так же, как ты будешь относиться и к будущему телу. Ну, все к халяве. Все к халяве. Бог потом даст другой, да. То есть я и там не буду за и здесь не слежу. Я с этим не согласен, да. По поводу видов спорта. Какими еще земными? Танцы. Очень хорошие. Я там вот не сказал, но потому что действительно рассказать нечего было. Мне, конечно, нравилось, да, как танцуют ребята, девчата. Но как-то в мое время вот именно не было интернета, да. Живых примеров каких-то супер я не видел. Ни музыки не был тогда, ни магнитофонов. Я был в бедной семье, вырос. У нас ничего такого не было, да. Как-то вот. Некоторые там я знал с дворов, там занимались ребята. Но, если честно, вот. Хотя я очень любил брейк. Вот. Кое-что, говорю, пробовали, там делали. Но так как-то и ничего у меня не получилось. Ну, какими-то бальными мне все это не нравилось. Хотя, пожалуйста, вот, я говорю, танцы, парные, непарные, уже проще. И то, кто знает эти соревнования, когда-нибудь там ты чуть ли не лох, ты что-то давай, там это бред. То есть, надо, я говорю, надо найти нормальный коллектив, нормальных тренеров, у которых нормальное мировоззрение. Это же насколько важно тоже. Тогда там будет действительно все классно, да. Тогда можно и вот там и танцами, и так далее. Действительно, он может сам развиться, в принципе, может он в будущем этим и деньги будет зарабатывать. Он станет супертанцором, без фанатизма. Просто у него будет это налегке идти. Это его, ему нравится, он там бац-бац, все совершенствует и совершенствуется. Для него уже эти все движения, он все понимает. Вот. Это здорово. Здорово. Тем более ты, на это может быть человек такой, развившись вот так. Я вот сейчас сам говорю, а сам прям мечтаю. Думаю, вот бы моя такая жизнь сложилась. Кто бы мне вот мозги бы вправлял бы, вот как я вам сейчас говорю, кто-нибудь мной бы ввел бы меня. Почему учителя в этой жизни так мало? Мы ими плюемся все время, а вот как бы хорошо бы, чтобы нам вовремя кто-нибудь вправлял мозги. Я говорю, меня вечно ты еще. Ты, ты уже достал все. Учишь, да учишь. Как жить-то? Вот. А вы знаете, нам не хватает в жизни учителей-то. Зато потом, как мы жалеем, когда их нет. У меня бы кто-нибудь вовремя действительно был бы пример хороший. Даже родители, может быть, лишний раз подтолкнуть. Сказать, вот давай так. Или у меня отец бы там танцевал, да? Почему бы нет? Занимался со мной. Нам где-то не хватает внимания, что именно нам вот именно. Надо бы взять чуть-чуть в рукавички. Так оно и сам бы с радостью отдался бы-то к некому. Вот. Почему вот это христианское мировоззрение о любви к человеку, о свободе, о знании бессмертия, о смысле этой жизни, да, что она не ток на земле. А насколько этого человека, почему я проповедую, неважно на каком месте все вы, я говорю, на этом месте светите. Каждое это место, каждую профессию можно высветлить в светло, в любовь превратить, в добро, в правильное русло направить, чем бы вы ни занимались. Вы кондуктор, так постарайтесь всем улыбаться, людям, действительно. С любовью брать с них денежки за проезд, да. Действительность уж там бабушка старая, и у нее нечего, ничего страшного, если там, ну сейчас я не знаю, какие там суперсистемы контроля тебя, может, накажут, да и то, можно и за правду и пострадать, может, тогда. Вот. Надо везде свое светом истины светить, конечно же. Вот. Поэтому видов спорта же полно. Танцы, как вот-то какой-нибудь брейк, как он развивает. Там травмы, правда, тоже есть, да. Ну, сам, ну, она жизнь, идешь, может, и кирпич на голову упасть, да. Ну, ты же не специально их делаешь, да. Ну, может, и потянуть что-то там, может, даже сломаешь что-то, я не знаю, с каким брейком нижним там. Ребята, девчата занимаются, там достаточно может быть даже, так скажем, травма опасна, можно как-то неудачно. Они там такие трюки некоторые, прям падают на спины, да. Кто видел, кто знает, как ребят, девчат танцуют. Это круто, конечно, но мало ли вот так, действительно, или сами мысли. Я сам всем вам рассказывал, как я акробатике учился, да, без всяких страховок, без поддержек, без наблюдения, опытного тренера и на голову тысячу раз вставал. Чем бы это могло закончить, неизвестно. Вот. Поэтому, поэтому вот так вот. Я говорю, особо-то много. Я вот начал просто особенно, я хотел бы, чтобы отодвинулись от огня, от крови, от боли, от опасности. Это все бред. От фанатизма профессионализма, где сквозь боль слезы этих детей, из них кого-то делают, ломают их. Все это ерунда. Все это жизнь, она игра на самом деле, как бы мы ни хотели. И все мы здесь на этой земле, Господь сказал, не будьте как дети. Я, в принципе, говорю о христианах, хотя, как мне говорят, мои ролики только к христианам подходят, не знаю. Я думаю, что они подойдут каждому. Я стараюсь говорить об истине. Какую бы тему я не затрагивал, поэтому, мне кажется, а то, что я упоминаю об Иисусе, о Евангелии, так и фыж. А как я должен еще и говорить? Так и говорю. Это моя жизнь, это есть истина, ибо Иисус есть истина, путь и жизнь. Через эту призму я все рассматриваю. Вот. Так что, что еще прибавить? Спор должен быть, я вам сказал. Простую критерию посмотрите. Любовь, свобода и бессмертие. Без всяких первое начнем со свободы. Это личный выбор ребенка. Если он сам попросился, да, я просто говорю, если он хороший, поддержите. Что-то вы в вашем христианском родительском мирозрении плохое-то, постарайтесь от этого, конечно, отвратите, ибо они еще дети. Вы можете, они могут не понимать там, или пока в иллюзиях, да, в розовых очках на это смотрим, кто-то что-то там рассказал, вы им объясните. Покажите что-то, может быть, в интернете. Какое зло это приносит, с чем это опасно. Вот. Вы, родители, вы вправе это делать. Их от чего-то отвратить, открыть им глаза, постараться, да, промыть им мозги, как я говорю, по-другому можно сказать. Это ваше полное родительское право. Вот. Так я говорю, в идеале, как ты будешь детей чему-то учиться, там не имеешь. Поэтому, я говорю, все это сохраняется у тебя, грубо говоря, до старости. Чем ты дальше это будешь сохранить, я говорю, калистеника, она никогда не повредит даже в старости, до тех пор, пока ты можешь ей заниматься. Я говорю, ты будешь своим пример и детям показывать, с ними заниматься, и внукам, может быть, даже, да, вот, танцы. Ты и детей сможешь научить. Я говорю, не обязательно брейк. Может быть, красивые танцы, любые парные танцы, одиночные танцы есть, всякое. Пожалуйста, здорово. Но опять не вот эти там соревнования всякие-то там, одежка где-то на ребенка, я знаю, у меня просто такие случаи, да и вас так окружают, где на детей тратят в этом спорте, в профессиональном кучу денег, 30 тысяч в месяц на одного, там, на занятия, на всю эту одежку, там, купальничек, которому цена 100 рублей, за 30 тысяч там покупают эту, сись, какой-то плавки. Я вон с Леней, я вон сто раз говорю, прыгу на меня, одноклассник с Аутиным, который меня знакомил с пятикратным олимпийским, с четырехкратным чемпионом. Я говорю, Леня, ну у тебя, наверное, самый дешевый вид спорта. Ну что там, плавки нужны? Он смеется, говорит, ты что, 20-30 тысяч в месяц на ребенка. Я говорю, блин, вы везде. Плавочки, естественно, за 5 тысяч, а не за 300 рублей с рыночка и все и так далее. Сборы, подсборы, все эти поездки и так далее. Он говорит, там бешеные деньги, как всегда. Сейчас, говорит, любой спорт такой. Я говорю, ну-ну. Зачем это надо пахать? На 20 тысяч можно пятерых детей еще вырастить, родить. И пусть они, вон, монитор, лучше мне-то компьютер купили, открыли им. И пусть они включили брейкдэнсеров или там бальные танцы. И тренеры есть. Не просто смотришь. Коучи уже. Все, мы выросли. Адаптируйтесь под этот мир. Это мир цифровых технологий. Доступности любой информации. Причем действительно, не только развлекательный, обучающий. И это не 98-е, не 2000-е года, не нулевые, когда я все это пережил. Не было. Ну, был уже интернет. Я вырос на интернете, да. Я почту зарегистрировал первую. Во сколько, получается, в 16 лет, 20 лет тому назад. Ну, что там было? Ну, что мы там Яндексом пользовались? Что-то забьешь. Ну, там вот. Любые виды спорта, как к развлечению относиться, какой-нибудь пинг-понг там, теннис там, я не знаю. Ну, просто поиграли. Я говорю, вот это соревнования все. Я бы не на какие соревнования, я бы сказал, не надо никуда ездить. Просто будь крутым и все. Будь крутым. Побеждай всех, да, хорошо. Ты устал. Тебе и так те придут обучаться, детишки, потому что видишь, что ты у всех выигрываешь. Все. Будь самим собой. Сколько тебе надо, совершенствуйся. Все это, вот эти холостические школы у нас во всем. В образовании, в этом, в этом, в этом. Система оценки, система оценки. У меня нет никакого диплома, ни одной семинарии, хотя я в две поступил. И они мне не нужны, и слава богу, я специально не хотел их. Не хочу никакого доказательства, слово мое. Не нужен никакой авторитет. Слово мое само за меня говорит. Жизнь моя говорит за меня. Слово мое говорит за меня. Что мне эти дипломы? Куча всего там по напхали ненужного. Толку никакого. Говорящая головешка, как это говорят. Вот так вот, вот, я не знаю, что еще. Я говорю, рассмотрите сами, через любовь, свободу и жизнь. Да, спорт это жизнь, поэтому это уже хорошо. Это движение, такое же развлечение. Человек ходит, ему надо двигаться, он не может везде лежать на диване. Вот. Просто этот спорт, он должен быть весь играючий, соответственно, что добавляется. Ну, тут вместо любовь и радость. Вот. Что ты учишь, любишь этих детей дальше радость, что они ходят. Человек от этого испытывает радость. Точно так же, как я вот хожу, я просто, я не занимаюсь спортивной ходьбой. Но вы видели мои походы, когда я записывал в Питере, в Сочи гулял, просто в других местах не записываю, тут скучно. В Воронеже я хожу целыми днями, раз в день стараюсь пройти. От 10 до 20 километров я просто прохожу, просто для себя. Я иду, мне хорошо, я кайфую, у меня проветриваются мозги, у меня работают мозги. Я размышляю, я просто гуляю, я смотрю, я слушаю мир. Это здорово, я счастлив. Поэтому все надо только через эту призму, и вы сами все найдете. Дарит вам, нет, бросили, да и все, этот спорт. Не надо туда ни бабла в бухе, ничего. И свобода. То есть, когда хотели, пошли, куда хотели, и когда захотели, бросили и перестали заниматься. Все, вот вам всегда, я вам одни и те же критерии, просто еще пока, как папа или учитель, вас ручкой вожу, и этими аксиомами все в разных сферах. Даю примеры решения этих задач. Ну, вы должны сами научиться. Поэтому мы сегодня не будем разбирать каждый. Так, гольф, так, этот, этот. Да и в спортов вида уже я не знаю там сколько. Там одну какую-нибудь область возьми, и уже ее еще вот так вот поделили на 10 тысяч. Да одну легкую атлетику замучаешься перечислять. И штангой вверх можно и вперед выкидывать, кто больше, и куда уже, чего только нету. Вот. Какую-нибудь теорию узкий возьми. Возьмите один бег. И на короткие, и на длинные, и трусо, и в мешках уже, чего только нет. И все делают олимпийскими, чуть ли не играми. Вот. Все вот через эту призму. Я считаю, что человек должен быть красивым во всем. Пусть это тело смертное, тебе оно дано для практики. Вот и все. Человек не должен. Это как, как наш дух весь в делах проявляется. Это то же самое делает. Говорит твое отношение. Ты вот такой вот кабан, ты, значит, жрешь без удержки. Это 100% вот именно. Тебе никакого дела. Ты до себя-то не хочешь, тебе дела никакого нет. Какое дело тебе будет до других людей? Любовь к ближнему. Любовь к ближнему, Иисус сказал, начинается с себя. Люби ближнего, как самого себя. Эта фраза не так просто. Как я буду другому что-то делать, если я сам с собой ничего сделать не могу. Вот. Здесь наше проявляется и терпение, и сила воли в этих вещах. Бог нам дал тело. Оно может и в ту сторону склониться, и в ту. Это все от тебя зависит. Человек должен сдерживать свое тело. Это говорит о его духовном состоянии. Потому что человек невоздержанный. Это отразится на его теле. Я говорю, это будет 100% обжорство. Если человек ленивый, а значит, он в духовной жизни ленивый, вот именно. Поэтому ничего лишний раз почитать не хочет. Евангелие. Это отражается на его теле. Он не занимается им. Он невоздержник. Он обжирается и не поддерживает. Недостаточно только не жрать. Все равно пузо растет. Мне уже 37. Если я раньше, я тоннами жрал, занимался, вел нереально активно об жизни. Рассказывал я и учился, и работал, и пил, и курил, и с девчонками гулял, и спорт. И что мы только не делали. И гаражи, и мотоциклы. Я спал, не помню. Во мне все сгорало. Все, что я в себя закидывал. Но я говорю, из зала не вылазили по сколько часов. Сейчас я еле-еле у меня там тоже подвисает. Стараюсь, стараюсь следить за собой. При этом я на здоровом питании 10 лет и чем-то занимаюсь. И то, вы знаете, у меня далеко нет 8 кубиков, как в лучшие года. И не могу никак низто весь подобрать до конца. Ну, потому что у меня просто здоровья нет. К сожалению, я не могу. Я начинаю заниматься. Я говорю, у меня это, ну, это, я не знаю, как по-другому назвать. Потому что ощущения те же самые, как я раньше занимался. То есть у меня раньше голодный обморок начинался через 4 часа с зала. Нереальной активной тренировки. Я там не эти, не баклуши бил, да. То есть сейчас у меня голодный обморок начинается через 6 подходов на тренажерах. Все, и у меня, я плыву просто. Ну, все это связано с моей болячкой, о которой я все время говорю. Вот. А раньше я, о, это что. Поэтому мне нет возможности даже все это подтянуть. И то стараюсь, и то через силу стараюсь. Все равно сколько можно. Я вот записался так, как в Воронеж, все равно пока здесь зима. Вот в этот, Алекс Фитнес, бассейн, там, говорю, зал есть. Ну, я сначала в зал захожу, потом иду в бассейн. На третью тренировку я говорю, ну, думаю, ну, ладно, начал. Я могу сделать максимум сейчас. Говорю, из-за болячки засваивать. 12 подходов. Это 4 разных упражнения, и то всего по 3 подхода. Все. Это где-то в полчаса я укладываюсь. И я начинаю плыть. У меня обезвоживание. Вот. Я так-то еле хожу. Кто знает. И то я вот хожу вроде нормально. Но я очень слабый. Я говорю, у меня вот это, кто знает, с чего начиналось. Я от своей болячки просто как-то у меня были ролики. Я позакрывал их. Надоел. Жалится что-то, да. И все надо на шкуре, собственно, переживать. Все равно об этом говорю. Просто тоже потому что надо, чтобы вы поняли вот этот контраст. Вот. Я первый сходил так, на грани. Вторую, на третью вообще поплыл. Думаю, ну пересилю себя. Попробую. Может мне надо их болячку спортом сломать, да. Я 10 лет, кто знает, практически скитался по деревням. Там не было возможности. Сейчас вот в Воронеже тут некуда. Вот записался. Я говорю, опять в этот бассейн. Там зал есть. Третья тренировка. Ну, я делаю где-то, получается, я на пятый пошел подход. По три раза, да, чтобы там 15-16. И все, чувствую. Я все, я улетаю. Еле-еле в переодевалку, в раздевалку поднялся. Сел. И все, чувствую. Я бледный, как поганка. Меня вот так. Меня тошнит. Простите, и из днища рвет. Потому что, кто знает, тут сразу с двух мест. Я все, я чувствую. Я просто, у меня глаза закатываются. Нельзя эту планку переходить. Я так-то ее испытываю через раз-три дня там, да. Я... Там туалеты такие перед душем писсуарные. И такие унитазы есть. Перед душ, потом эта парилочка, бассейн. Я к туалету, оба закрыты. Что ж такое-то. Я прям вот так сполз у стены. Все. Сел там у писсуара и сижу. Меня, говорю, со всех щелей рвет. И все. Наконец-то вышла, наверное, минуту там у этого... У писсуара просидел. Все. Он открыл, я за ним зашел, сел, естественно, понятно, по-большому сходил. Все, сижу, меня начало отпускать. И просто я еще минут 10-15 меня колбасил. Раньше такого вообще я мог по 4 часа не вылазить. Причем при жестких таких тренировках. Сейчас все. Какие-то тренировки. Я говорю, 4 подхода, это предел. Хотя меня не выгонишь из зала. Я только захожу, я говорю, как машина, становлюсь. Какие машины? 4, все, иди. Я прям чувствую. Первый такой посыл организма мне прям так повело. Все. А я вот, ну давай еще чуть-чуть надорву. Ну, бесполезно. Пока это не пройдет, ничего не получится. Поэтому я вот тоже немножко расслабляюсь. Я говорю, я дрич дричом, вы бы меня видели вживую. И вон пузо все равно ползет. Стараюсь сдержать, конечно. Я бы сдержался, была возможность заниматься. Потому что не жрать только недостаточно на здоровом питании. Либо жрать надо вообще вот и то. Надо именно заниматься. Мышцы должны быть в тонусе подтянуты. Иначе все равно сползается. Ну, либо когда я всегда работал. Ну, у меня половина-половина в жизни прошло работы тоже руками и головой. Где-то я, наоборот, головой работаю, когда-то руками. Конечно, когда телом, там, на стройке где-нибудь тоже всегда подтянуты. Хотя строители есть тоже люди такие, да. В разные стороны разрешающие. Но меня это сдерживало. Я как раз тогда какие-то там занятия, там, со створки приходишь, просто падаешь уже. Где бы ты ни занимался, где бы ты ни жил, как образ ни жил, ни вел, надо находить все это гармонию какую-то. Конечно, когда я там на стройке, мне не надо было чем заниматься. Я и там, как занимался, там, натягаешься этих блоков, там, всего плит, этих панелей, цемента, раствора, и там уже ничем заниматься не надо, там, всегда поджаристый. Ну, а нет, я всегда, когда в офисе, там, головой работал, соответственно, сразу обязательно. Как минимум дом никто не отменял, да. Достаточно пола, и все. Пресс там, отжимания. Так что надо заниматься, я говорю, это обязательно. Поэтому я к спорту, как таковому, к физическим нагрузкам тела, я очень положительно даже отношусь. И наоборот, очень отрицательный, точно негатив. Все, что связано с красивой, с насилием, с кровью, с гневом какой-то, со злобой. Бить нельзя вот так, противный. Это все ерунда. Вот. А так можно всем. Ну, единственное, просто все эти вот там, я говорю, фехтования. Нет, это все ерунда. Стрельба какая-нибудь. Все, что связано с оружием. Нет. Какой бы она профессионально не было, по тарелочке там стреляет. Все это должен христианин отодвинуть из своей жизни. Есть много чего хорошего. Бог дал выбор. Поэтому есть хорошее и плохое. Есть чего выбрать, полно хорошего. Зачем это выбирать? Пожалуйста, гребли там, байдарки, канои. Там все группы мышц тоже там тянешь. Там и ноги, и руки работают. И такая же командная, пожалуйста, в смысле, что тебе не скучно. Потом на этих же байдарках, если ты профессионал, хотя может тебе уже от них тошнит. И сплав, он можно когда-то там, не знаю, в отпуске сделать. И с детьми можно поехать. Или можно просто купить в семье байдарку, вот именно там плавать. Это что опять водных касается видов спорта. Ну, я не жил где-нибудь в приморских городах. Я говорю, там серфинг, наверное, какой-то. Это здорово все. Почему нет-то, да? Вот. Подводный план, но только не охота. Не убивать никого. Ни животных никаких. Пожалуйста. Ну, и столько как в этом, в Простоквашино, с фотоаппаратом, с подводной охотой. Это здорово, да. Пожалуйста. Красота. Еще, может, я говорю, и профессия твоя станет. Это тоже искусство. Я говорю, я не против ни искусства, ничего. Ни науки здравой, да. Вот. Все должно рассмотреть через призму любви, свободы. Ну, жизни или бессмертия. Это одно и то же слово, да. В жизни есть бессмертие. Вам все откроется. Какую мне эту пользу и радость приносит для жизни. Что я через это получаю. Такое вот должно быть здравое отношение. На этом, наверное, все. Потому что я милю по кругу. Я говорю, я надеюсь, общую мысль-то я передал. Вот. Чтобы у меня такое. Тоже меня спрашивали. Я просто буду сбрасывать такие вот эти вот ролики свой в ответ. Там уже и так сейчас тоже. Ну, два с половиной часа, в общем, о моей жизни. И это, естественно, я говорю, кто этот ролик все равно решил смотреть, несмотря тот, я вам рекомендую посмотреть в описании к этому ролику. Или перейти на канал Христалюк Лайв. Найти этот ролик. Моей спортивной жизни, опыте уличных драк, да. Вот это. Тогда вам все станет ясно. Хотя бы, может быть, что-то по моему опыту. Ну, и вообще. Надеюсь, кому-то из вас этот ролик был полезен, назидателен. Какую-то вы для себя пользу сделали. Теперь спокойненько сами примите правильно для вас решение. Для вас, для детей ваших, да. Еще раз повторюсь, последний раз, закончив, что через призму любви. Здесь, в частности, радости над слово подставить, да. Свободы обязательно. Все должно быть без насилия какого-то над ребенком, над собой. Это все ничему не дает. Нагрузки, да. Это не насилие. Когда ты ставишь планочку и пытаешься ее перескочить. Она невозможна. Без пота, без усилий, без надрыва какого-то, да. Но этот человек тоже доставляет радость. Он ставит какие-то задачи, решает. Но это он сам делает в своей свободе. Вот хочет вот это, вот это, вот это. И сам когда там хочет достигать. Ну, естественно, жизнь. Я говорю, ну, а тут, соответственно, это. Главное, чтобы без риска для жизни. А наоборот, продлевал твою жизнь. Однозначно, хорошее тело. Я говорю, конечно, не надо все-все связывать, что ты идеально все живешь. У тебя будет. Нет. Болячики могут, Господь может попустить абсолютно здоровому человеку. Вот и все. Это не связано. Это и связано, в смысле. Но и это не абсолют. Это надо тоже себя понимать. Все. На этом все. Я надеюсь, мой ролик вам был полезен, назидателен, отраден, радостен. Что-то у вас открылось. Если считаете, что этот ролик кому-то так же, кто интересуется этим вопросом, или вас будет спрашивать как-то о христианстве, можете поделиться. Я только рад буду, если кому-то это еще что-то откроет. Я считаю, что это мое мировоззрение в этом плане. Если не совершенно, то близко к совершенству. Потому что рассматривается она через призму истины, которая в любви, свободе и бессмертии. Которая принесет радость ее тому, кто будет этим спортом заниматься, и окружающим. Все он будет делать во благо. Назидание в какое-то. Это здорово. В комментариях пишите ваши мысли, размышления, эмоции. Буду рад почитать, какие у вас мысли по этому поводу. С чем согласны, с чем не согласны, как думаете. Все. Я с вами прощаюсь. На сегодня у меня все. Пока-пока. Всех по-братски обнял, поцеловал. До встречи в следующих моих роликах. Если есть какие-то вопросы на темы, которые, вы знаете, я еще никогда не касался. Так-то уже, конечно, у меня много проповедей. И даже на проповеди у меня в свободном слое там около 300 роликов видео. Но если вы знаете какие-то вопросы, которых я не касался, да, интересно их сформулируйте. Я с удовольствием запишу видео на ответы на эти вопросы. Все. Пока-пока. Продолжение следует...